Проверку подземных переходов начали с центра Сочи. Пешеходный тоннель УЖД вокзала – это фактически лицо города, напоминает начальник управления автомобильных дорог курорта. Юрий Усачев отметил, акцент нужно сделать на регулярной тщательной уборке, ведь здесь ежедневно проходят сотни туристов. Есть специальная кислота, которая очищает все эти вещи. Потому что вот это вот понятно, здесь все это течет, как бы все эти солевые отложения, но из-за этого ощущение грязи и есть. Следующая остановка – подземка на трассе у гостиницы «Аврора». Здесь даже днем темно, как ночью. Пешеходный тоннель абсолютно не освещается. Проблему нужно решить в самые короткие сроки, поручают проверяющие специалистам у Пордор Черноморья, на чьем балансе находится переход. Цель объезда заключалась в том, чтобы усилить работы по санитарному состоянию переходов, почать те жвачки, которые там есть, и ту грязь, которую вода наносит, какие-то надписи, рисунки на стенах. А это подземный переход у кафе «Олеся» в Адлере. Хотя его пешеходным переходом назвать сложно. Это скорее торговая галерея. Курортными товарами заставлен и завешан весь тоннель, тогда как в Сочи с торговлей в подземных переходах покончено уже давным-давно. С появлением комиссии все продавцы исчезли. Чуть позже появился хозяин точки. Торговлю вы здесь ведете на каком основании? Без основания. Сейчас просто уже мы вызвали. Сейчас едет начальник отдела торговли Адлерской администрации. Вызвали не только сотрудника администрации, но и полицию. Ведь помимо бурной торговли, по сути, хозяин торговой точки самовольно захватил помещения, которые принадлежат собственнику подземки. Там какие-то трубы, вентиля и так далее. Как вы попали сюда, вы можете это пояснить? Вопрос так и остался без ответа. Но, судя по всему, двери попросту были вскрыты. Срезаны петли и повешен новый замок. В служебном помещении и в электрощитовой торговцы устроили настоящий склад. После визита комиссии продавцы начали спешно убирать и упаковывать вещи. С хозяином торговой точки теперь будет разбираться полиция. Сегодня комиссия осмотрела и все пешеходные переходы, которые находятся на пути в Эмеретинку. Одно общее замечание – в тоннелях недостаточно чисто. Одни обклеены объявлениями, в других испачкана плитка. Все недочеты поручили проверяющие. Нужно устранить за два дня. Галина Моисеева, Ольга Десятова, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ.